А теперь о тех, кому в эти дни не до отдыха погоды вносит свои корректировки в работу коммунальных служб. Резкие перепады температуры, неравномерные осадки обязывают постоянно быть на чеку. Ведь город продолжает жить, несмотря на продолжительные каникулы. Репортаж Артёма Макарова. Праздничный день для коммунальщиков города не является выходным. На улице снегопад, а это значит, что округ нужно убирать и чистить от снега. До поздней ночи будут трудиться сотрудники химкинских коммунальных служб. Точка отправления – остановка улица Дружбы. Именно здесь выстраивается колонна снегоуборочной техники. Коммунальщики таким образом проедут по главным улицам города. Затем машины разъедутся, чтобы убрать периферийные артерии. По этому маршруту техника будет проходить каждые три часа до тех пор, пока снегопад не прекратится. Во время работы коммунальщики сталкиваются с трудностями, которые создаёт им не природа, а человек. Просьба к жителям городского округа, чтобы они не оставляли свой личный автотранспорт на проезжей части, для того, чтобы уборка производилась ещё более качественно. В ненастную погоду снег убирается не только с дорог, но и во дворах. Жители города высоко оценивают оперативность коммунальщиков. Дворники замечательно работают, потому что их слышно. В полпятого утра они сковылят наши улицы. Мы по утрам спим, а когда выходим, вроде более-менее. Чисто, нормально вообще-то. Убираюсь со временем. Всего в праздничные дни на улицах города трудится без малого 60 единиц техники и более 500 человек. Уборочные бригады есть в каждом микрорайоне. Артём Макаров, Алексей Козеров, Служба новостей. Артём Макаров, Алексей Козеров.